Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы с вами поговорим, как правильно выбрать мясо, чтобы оно было хорошим. И как правильно выбрать мясо, чтобы оно было хорошим для шашлыка. И как правильно замариновать наш шашлык. Такой самый, я подобрал идеальный маринад, который подойдет к шее. Также он очень хорошо подойдет и к курице, к курачкам. Давайте приступим. Начнем мы с мяса. Как же выбрать хорошее мясо? Из всего мяса и свинины я порекомендую вам это свиная шея. То есть чисто свиной шею мы сейчас... Ну и смысла нет просто брать, вот это вырезать. Можно взять вот шею с лопаткой. То есть это тоже пойдет. Вот такой у нас кусочек. Мясо мы будем делать на большую компанию. То есть что нужно знать при выборе мяса? Хотя бы минимальные знания. Это мясо должно пахнуть мясом. То есть когда на запах, мы ощущаем, что мясо пахнет кровью. То есть если мясо ничем не пахнет, такое мясо, конечно же, лучше не брать. Далее. Второе мясо. При выборе мяса можно как бы попросить отрезать, например, маленький кусочек. Вот так вот отрезаем жира. Вот мы отрезали маленький кусочек нашего мяса. То есть что нужно сделать? Просто поджигаем. Поджигаем. И тоже пробуем на запах. То есть на вкус получается как на запах и должно быть просто как запах жареного мяса. Если пахнет как-то специфически, то есть неприятно, это значит боровец. Такое мясо вы сразу поймете, тоже не стоит брать. То есть можно сейчас попасться на вот этого боровца. Следующее. Мясо должно хорошо проминаться. То есть когда мы нажимаем, оно проминается. Вот так вот мы проминаем во всех местах. Здесь вот тоже мясо должно быть мягкое. Хорошее мясо. То есть это шея. Вот здесь вот можно просто... Вот здесь вот нажимаем, оно проминается хорошо. Значит мясо мягкое и хорошее. Далее последнее. Цвет. Цвет должен быть не слишком бледный. Если цвет будет бледный, ненатуральный, то это мясо значит возможно много раз уже промывалось. Все, на мясе мы остановились. Также рекомендую вот такую шею. Взять вот шею с лопаточкой. Давайте сейчас я расскажу, что нам потребуется для нашего маринада. То есть в маринад должен быть, мы должны добавить в маринад те вещи, которые не как бы затмят вкус мяса. То есть если мы добавим много специй всяких, то есть мы будем есть как бы на вкус, это будет как одни специи. То есть мы не будем чувствовать мясо. Мы должны добавить те ингредиенты, которые еще смягчат и улучшат только наш вкус мяса. Что нам понадобится? Это помидор, лук репчатый, лимон, горчица, аджика, соль, перец. Приправы для шашлыка я добавляю очень мало. Масло растительное и минералка с газом. Давайте приступим. Самое главное, вот можно даже я срезаю вот этот жир. Жирка можно немножечко убрать. Смотрим. Толстые куски жира я вот все срежу сейчас. Так, далее начинаем уже резать непосредственно наше мясо на куски. Так, наше мясо должно быть, кусочки должны быть где-то около 50 грамм. То есть, и старайтесь, чтобы все куски были одинаковые и не слишком жирные. Вот такой вот кусочек подойдет. Мелкие куски, которые остаются, мы оставляем на фарш. Далее вот так вот. Вот мы порезали. Вот видите, вот такие вот кусочки я делаю. Чтоб не слишком мелкие, не слишком крупные. Вот такие вот куски. И так мы нарезаем весь наш шашлык. Давайте еще покажу. Вот кусок. Вот этот жир сразу старайтесь по возможности убирать. Слишком много жира. Выбирайте тоже попастнее мясо, чтобы оно было не слишком жирным, не слишком постным. Слишком постное тоже плохо. Вот куски. Такие. Вот такие. Вот они, вот такие вот кусочки. Стараемся делать как бы все одинаковые, чтобы они все равномерно у нас потом прожарились. То есть, если будет слишком разных размеров, то есть, одни прожарятся, а одни нет. Одни, например, уже подсохнут, а одни еще не приготовятся. Вот такие вот куски. Сейчас вам покажу. Все кусочки у нас, как мы видим, одинаковые. Примерно. И вот так вот мы сейчас порежем всю свиную шею. Думаю, понятно, как резать. Такие, чтобы не слишком маленькие. Идеально. Вот грамм. По 50, чуть больше. Думаю, вполне будет нормально. Сейчас я порежу всю нашу шею. А дальше мы приступим к маринаду. Итак, мы нарезали наше мясо на большую компанию. Как мы видим, такие вот более-менее одинаковые кусочки. Лишнее, вот если сало, я все убираю. Не оставляйте жира вот этого слишком много. Потому что жир этот будет только гореть. Это будет гореть. Ничего приятного не будет. Сама вся шея, что внутри, вот такие небольшие прожилочки. Этого будет вполне достаточно. То есть, вот мы здесь получилось у нас около 12 килограмм. Мы делаем на большую компанию. Сейчас я расскажу, как просто сделать самый вкусный маринад для шашлыка. Что понадобится, я уже говорил. Что мы делаем? Мы берем сейчас кастрюлю, любую емкость. Далее, произвольная нарезка. Мы берем лук. Нарезаем в среднем кубик. Это все мы будем сейчас взбивать блендером. Я делал луковую такую кашу. Добавляем ручок. Добавили наш лук. У кого нету блендера, можно только тонко нарезать, повыжимать сок руками и также перемешать с мясом. Далее мы берем помидор. Помидор также очень хорошо улучшает вкус нашего мяса. Очень хорошо смягчает мясо. Как бы дополняет. Взяли мы помидорку. Тоже туда же добавляем. Также можно и помять. Я добавлю в лук. Сделаем таким средним кубиком. Нарежем все. Добавляем это все в нашу кастрюлю. В нашу помидорку. Что мы дальше делаем? Обязательно минеральную воду с газом. То есть обязательно минеральная вода с газом. Любую все равно. Можно отдельно добавлять в маринад. Я добавлю. Я буду делать, чтобы легче взбилось у нас. Я добавил минералку прямо туда. И все это пробиваем блендером до однородной массы. Вот получилась такая у нас масса. Лук, помидоры, минералочка. Добавляем все это. Добавляем в наш шашлук. Далее сразу Добавляем растительное масло. Оно тоже очень хорошо смягчает. Я половинку. У меня маленькая такая бутылочка. Половиночку масла мы добавим. Что нужно еще? Сразу чуть-чуть. Как я говорил, специй для шашлыка. Много не надо. Вот так будет достаточно. Сок лимона. Сок лимона мы просто выдавливаем. Вот так вот выдавливаем весь сок. Дальше у нас идет аджика и горчица. Вот такие вот баночки. Тоже нальем минералки, чтобы все это сбить, чтобы не оставалось ничего. Так же сюда добавляем. Так вот, чтобы не оставалось остатков. Налили минералки или воды кипяченой. И все это добавили. Так же у нас шашлык. Думаю, сейчас попробуем по вкусу. Думаю, банки полторы. Таких вот нормальных будет. Следующее. У нас и четыре вида перцев. Я сразу сейчас все добавлю. И потом буду это все перемешивать. И добавляем соли. Теперь сейчас мы все это перемешаем. Итак, вот мы замариновали. Получился такой шашлык. Видите, все мясо у нас в маринаде. Это хорошо погружается, промариновывается. Лучше, конечно, чтобы этот шашлык постоял сутки у нас. Смело он стоит сутки, маринуется. Чтоб хорошо промариновался. Стало еще мясо станет еще нежнее, еще вкуснее. То есть, что могу сказать. Сразу соли много не добавлять, чтобы не пересолить. Добавляйте понемножку. Я вот через часа три-четыре, если вы не уверены, что как на соль будет, как на перец, вы берете просто один кусок с маринада, ставите в сковородку, обжариваете этот кусочек и сами смотрите на вкус. Как будет на сковородке, также будет на вкус и, в принципе, шашлык. Только с углями. То есть, на вкус можно попробовать на сковородке. Если не хватает соли, перца и чего-то еще там остроты, вы можете смело еще добавить. Потом через три часа еще раз попробовать. Вот такой вот маринад получился. На большую компанию. Вот так можно очень вкусно замариновать шашлык. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.